Я читаю из книги Ивана Петровича Плет, «Капля росы», чтение на каждый день. Размышления на Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 28 стихи. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Бог достоин настоящей любви, неполовинчатой. Он дает нам полное спасение, полное благословение, полное и вечное блаженство. От нас же ожидается полная отдача, полное посвящение Ему. Эта истина отражена в Писании притчами о сокровище на поле и драгоценной жемчужине. Любой жених хочет, чтобы сердце его невесты полностью принадлежало только Ему. Так и наш, небесный жених, Он хочет, чтобы мы возлюбили Его всем своим существом. Мы можем смутиться от того, что у нас не так. Зная это, любящий Бог призывает нас к возрастанию. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, 4 глава, 13 стих. «Дабы вам исполниться всею полнотою Божьей». Послание к Ефесянам, 3 глава, 19 стих. Иметь Божью полноту, как это величественно! Возможно ли охватить это разумом? Господь хочет, чтобы мы уразумели превосходящее разумение, любовь к Христову. Значит, это возможно. В достижении полного возраста Христова мы не должны останавливаться на полпути. Однажды Елисей сказал Иоасу, царю Израильскому, «Возьми стрелы, бей по земле». И ударил он три раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал, «Надобно было бы бить пять или шесть раз, тогда бы побил бы Сириян совершенно!» Четвертая книга царств, 13 глава, 18 и 19 стихи. Почему Елисей разгневался? Он ведь не сказал царю, сколько раз ударить. Этот пример говорит о том, что Бог вправе ожидать от нас усердия в исполнении Его заповедей и повелений. Апостол Павел писал римлянам, «Уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова». 15 глава, 29 стих. Таков был духовный настрой апостола. Он всегда стремился к полному благословению. Он знал, что этого хочет Господь, и был чрезвычайно усерден. Только такой подход к Божьему делу удовлетворял апостола. Господь хочет видеть нас ревностными, хочет, чтобы мы были горячими, а не теплыми. Прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. Второе послание Петра, первая глава, пятый стих. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу». Послание к Колоссянам, третья глава, двадцать третий, двадцать четвертый стихи. «Довценкаик», Pa læска, а как для женщины, IL, иначе, дом, по-мск, ведет собой, Religion,